В школе, где покалечили ребенка, уже провели собственное расследование и назвали произошедшее несчастным случаем. Это была случайность, что девочка, она как бы с его слов, со слов мальчика, что она как бы его обидела, взяла его вещи, выкинула что-то там, пенал и так далее, как бы и вот он отмахнулся. Установлено, что в момент драки учителя в классе не было. Она вела параллельный урок у первоклашек, а когда вернулась, решила, что рана несерьезная. Учитель не придала такого большого значения, к сожалению, что на самом деле какая-то травма. То есть девочка немножко плакала, держала глаз рукой, когда она выяснила, что случилось, то есть не придала, к сожалению, значения. За это уже я ей выговор объявила, что так нельзя ни в коем случае поступать. Вот так вот, вот так. Халатность оставить детей в классе одних во время урока, ребенка продержать в таком состоянии три часа, еще просто сказать, одевайся и иди домой. Не давали мне вызвать даже в скорую в класс, в школу. А вы кого узнали, что вы продержали в таком состоянии? Учитель позвонила в два часа дня, сказала, придите, заберите своего ребенка, у нее болит глаз. Прихожу в школу, у меня дочка одета, ее уже домой выпроваживают. Первую помощь ребенку в школе никто не оказал. Медсестра была на курсах по повышению квалификации. Скорую ребенку вызвали дома, когда боль стала невыносимой. Не от ложка сразу же повезла девочку в Казань. Травма оказалась слишком тяжелой. Пришлось нам убрать хрусталик, который начал уже сильно мутнить и увеличиваться в размерах, что приводит к плохим осложнениям, очень серьезным. Я думаю, операция прошла успешно. Думаю, что ребеночку мы пролечим и вернем зрение. Конечно, 100% зрения говорить не приходится, но для социальной адаптации, для жизни, думаю, будет очень хорошо. Месяца через 4 хрусталик поставим искусственный. Девочка перенесла две операции. Чтобы быть рядом с дочерью, маме пришлось уволиться с работы и переехать в Казань. Женщина воспитывает ребенка одна. Она надеялась, что семья зачинщика драки поможет ей покрыть расходы на лечение дочери. Но дело приняло совсем другой оборот. Мама мальчика мне в пятницу 29-го звонила, сказала, что мой ребенок ни в чем не виноват. Она виновата сама. Все. А в чем ее виноват? Видимо, то, что она сама себе в глаз ручку воткнула. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних мы собираем материал и данный материал направим в Следственный комитет нашего города. В офтальмологическом отделении ДРКБ случаи с челненской девочкой называют крайне тяжелым. Лечение, скорее всего, затянется на год. И никто не может дать гарантии, что ребенок будет снова видеть. Каждый год только в детскую республиканскую клиническую больницу поступают десятки детей с тяжелыми травмами глаз. И получают их дети вот так, просто, играя или в школе. Ведь даже обыкновенная ручка в руках школьника становится грозным оружием. Дети сами того, не подозревая и не желая, калечат других и сами становятся инвалидами. Родители должны в домашнем воспитании делать акцент на то, что очень незащищенные у нас глаза, чтобы в процессе игр думать о том, что что-то может взорваться, что-то может травмировать глаза, в том числе на занятиях, на уроках в школе. Играть с ручками, с линейками и пытаться, скажем, нанести ответные даже, может быть, какие-то в ответ на агрессию другого ребенка, что-то делать с ручкой или с каким-то предметом, крайне нежелательно объяснять последствия, так что ребенок может просто остаться без зрения. Поздравляем вас с праздником Великой Победы!